На протяжении 10 лет игровое сообщество не перестает сраться на одну и ту же заезженную тему, как ПК против консолей. И на самом деле с каждым годом видосы, которые я изредка нахожу на ютубе, меня давно уже довели до какого-то истерического смеха, потому что если люди не могут привести нормального аргумента, то зачастую начинают их просто выдумывать. С другой стороны, подобные дебаты очень часто могут привнести свои плюсы, спросите возможно какие, Да на самом деле все элементарно, подобные противостояния рождают всегда в комментариях интересные дискуссии, хоть и не всегда они конечно литературные. Людям это банально интересно, интересно за что они будут готовы башлять такие немалые бабки, что там, что там, изучают нюансы, изучают преимущества. Даже я 6 лет назад умудрился окунуться в это говно, где по факту победителя-то и не было. Вот правда тогда сливами тех же экзов от Sony еще даже близко не пахло, заикнулся бы ты на эту тему в те годы, а направление в дурку могло бы легко оказаться у тебя под дверью. Херовый графон, сливы экзов, жалкие консольные 30 кадров, это до сих пор обсуждают все, несмотря на то, что нынешние консоли сейчас выходят чуть ли не выгоднее, чем нынешние ПК, а в плане игр предлагают чуть ли не больше. Сливы экзов? Ну, если с Days Gone у нас как бы все понятно, то в курсе ли вы, что слив Бладика на ПК оказался туфтой? Да, это фейк. И честно говоря, я догадывался об этом еще пару недель назад, когда на канале Digital Foundry увидел, как взломанную версию Bloodborne нафаршировали 4К разрешением, более четкими текстурами, и блять, вот после этого, где гарантия, что прошлогодний слив мог не оказаться вбросом? Конечно, я до сих пор верю в какой-нибудь ремейк, на крайняк ремастер, ну, например, Блюпоинт, Демон Солсом сейчас уже не занимаются, а у них должен был выйти патч, после которого было бы возможно удалять персонажей. Не хотелось бы, конечно, забегать вперед, но, как минимум, это очень охуенный намек. 30 кадров. Вот это реально то, что меня смешило больше всего в этих спорах, что это неиграбельно, что это неудобно, да я всю свою жизнь играл на 60, извините, мое величество, не готово идти на компромиссы, тогда как, скажите, иногда на подобное соглашаются другие? Как люди играли тогда в нулевых, когда нормальным ПК-геймингом в плане того же графона еще толком-то и не пахло? А как вам такой аргумент? Что если я скажу, что 30 кадров иногда или воспринимаются лучше, чем 60, либо на крайняк? Это просто клевая альтернатива. Альтернатива чему? А вот это вы узнаете после короткой интеграции. Недавно мне уже приходилось рекламировать Movavi Video Redactor Plus, из прошлых видосов был довольно большой фидбэк. Это неудивительно, YouTube как развлекательная и не только площадка давно обогнала современное телевидение, так и более того, она позволяет создавать контент абсолютно всем. И так удачно сложилось, что именно редактор от Movavi позволяет развеять все возможные мифы о сложности монтажа роликов, так как этот софт максимально дружелюбен начинающим пользователям, да и более того, позволяет работать даже на слабых компьютерах. А уж если упомянуть такие прелести, как цветокоррекция, хромакей, стабилизация видео, то софт, можно сказать, ничем и не уступает профессиональным решениям, которые в реале стоят, ну, очень больших денег. Несмотря на то, что сам монтаж дело хоть и не быстрое, довольно скрупулезное, в случае чего всегда полезно иметь дополнительный софт, который легко можно найти в Movavi Video Suite. Это своего рода общая библиотека, где синхронизируется весь возможный софт от Movavi, начиная от обычного видеоредактора до программы оцифровки старых видеокассет. Да, прикиньте, здесь даже это есть. Отснятые заранее материалы, как правило, весят очень много, что может затруднить работу видеоредактора, потому было бы разумно произвести первичную конвертацию, но можете не волноваться, обработка максимально щадящая, и на общее качество изображения почти не влияет, а сам софт может работать с более чем 180 форматами. У многих ведь было такое, когда нужно сделать захват экрана, записывая гайды, инструкции и прочие мелочи, те же скриншоты, причем не во весь экран, а лишь конкретную область. Надо ли мне говорить, что с Movavi Video Suite вы сможете это провернуть за считанные секунды, а потом добавить в ваш будущий проект? Не забывай периодически посещать Movavi Effect Store, ведь если базового функционала программы тебе покажется мало, то можно всегда украсить видео красивыми тематическими переходами, эффектами, стикерами под разные типы видео, от фэнтези и научной фантастики до оформления бьюти, тревел или техновлога. Переходи по ссылке в описании, скачивай пробную 7-дневную версию, и если захочешь в будущем приобрести полную, не забывай вводить мой промокод GIP21, чтобы сэкономить 20% от общей суммы. Давайте сразу расставим все точки над И. Разница между 30 и 60 кадрами, она определенно есть, а я не из той ебанутой секты, утверждающей, что человеческий глаз не может увидеть или распознать больше 24 кадров в секунду. Частота кадров в играх, она всегда играла для нас большое значение. Все мы прекрасно знаем, что если игра работала на частоте примерно 20, 15 или ниже кадров, то играть становилось неприятно. Картинка становилась рваной, дерганой, будто ты пялишься в сломанный телевизор. На данный момент в консольной индустрии есть два стандарта, 30 кадров и 60. Однако на прошлых поколениях вплоть до 9-го это было несколько искусственное значение, и в реальности частота скакала, не говоря уже о ПК, где в разных сценах частота может сильно разниться и по сей день. С выходом нового поколения консолей планка стала постепенно расти, 30 кадров никуда не пропали, но при этом игрокам стали предлагать больше альтернатив, отчего консольный гейминг перестал придерживаться одного стандарта, а именно чтобы игра одинаково работала у всех, ведь консольный стандарт на протяжении многих лет была производительность в 30 кадров, и лишь в очень узких кругах эта планка могла вырасти до 60, так как некоторые жанры, как те же шутеры ввиду иного стиля обзора, чтобы игра не казалась топорной, приходилось делать упор именно в производительность, а не графон, хотя в подобном жанре бывают и исключения, где делается все ровно наоборот. Но об этом чуть попозже. В середине восьмого и в начале девятого поколения консольный гейминг под воздействием ПК-гейминга стал постепенно пересматривать свою философию по адаптации игр. Вот эти все множественные платформенные срачи, прохеровый графон, маленький фпс, никак не могли обойти стороной ни разработчиков, ни маркетологов, так как игроки бывают разные, у всех свои предпочтения, свои вкусы, а под каждого необходимо подстраиваться чуть ли не индивидуально, разумеется, в рамках возможности самого оборудования. Вследствие чего текущее поколение консолей впервые в истории заимело поддержку вплоть до 120 кадров в секунду. Да, не во всех играх, уж тем более не в 4К, как это хитро и красиво указали на коробке, а всего лишь в Full HD, что тоже очень хорошо. Несмотря на то, что само разрешение является морально устаревшим для 2021 года, статистика того же Стима наоборот говорит, что это разрешение по популярности в несколько раз превосходит все остальные. А если еще взять в расчет последние события с майнингом, где народ скупает видюхи в количестве от хуя до пяток, тем самым создав игрокам очевидный дефицит и просто на редкость неадекватные цены для того же 4К гейминга, то популярность Full HD гейминга из-за этого выросла еще сильнее. 120 фпс это, конечно, очень круто, опять же, в определенных ситуациях. Реальность такова, что новые PlayStation 5 и Xbox Series X стараются делать акцент уже на 60 кадров, что с одной стороны является большим преимуществом перед ПК и геймингом, так как эти консоли выходят в 2, а то и в 3 раза дешевле. Игроки стали получать заветные 4К, действительно хорошую графику, даже трассировку лучей. И при этом я сейчас не намекаю, что ПК и гейминг не нужен, хотя, опять же, учитывая актуальные цены, где подорожали не только видюхи, но и оперативы с процессорами, меня прям распирает забайтить людей на гневные комменты, что в патруле дурачков. Но я не могу не упомянуть цены на эти консольные игры, в случае российского рынка они отличимы в 2 с лишним раза, а следовательно, суммарные затраты в обоих случаях получаются плюс-минус одинаковые. И вроде, с одной стороны, казалось бы, консольный гейминг реально вырос до неузнаваемости, люди получили то, чего хотели. Графон, высокую производительность, спрашивается, а почему нельзя было так сделать раньше? А все довольно просто. Оно было не нужно тогда, и на мой взгляд, оно не всегда нужно и сейчас. Чего, блядь? Конкретно сейчас я говорю за производительность, ну, видос ведь у нас про это, однако не спешите пока в меня кидаться какахами, я объясню максимально популярно, поверьте, вы все отлично поймете. Во-первых, в голове нужно уяснить один важный момент. FPS игры не зависит от железа консоли, если речь идет о базовых версиях. При разработке игры изначально разработчик и издатель решают, какой фреймрейт будет адекватным, исходя из потребностей самой игры. Что это означает? А значит это следующее, что у разработчиков есть консоль и ее железо. У этого железа есть некая вычислительная мощность. И да, разработчик ограничен этой мощностью, но при этом свободно может распоряжаться доступными ресурсами на свое усмотрение. И причем тут даже не важно сколько этой мощности, в первую очередь количество кадров определяет геймплейная ориентация игры. Шутеры от первого лица, гонки, спортивные симуляторы, чаще всего имеют повышенную частоту кадра, потому что те нацелены на мультиплеер и соревновательный геймплей. С увеличенным FPS понижается время кадра, следовательно это влияет на сам отклик, а одиночные проекты от третьего, иногда от первого лица, имеют фиксированные 30 кадров. К примеру, когда Naughty Dog делали The Last of Us 2, они дали персонажам больше анимаций, добавили больше деталей, заморочили с заранее просчитанным глобальным освещением, выпустили большие локации, но вопрос, можно ли было убрать отовсюду понемногу и выдать эти самые 60 кадров? Определенно да. Разработчики на это решились? Нет, потому что посчитали, что 30 кадров будет вполне достаточно, а остальные ресурсы переназначили на другие аспекты игры. Но в то же время у нас есть серия Call of Duty, которая стабильно выходит в 60 кадров в секунду, на том же железе, что и игры Naughty Dog. Жертвуют ли они визуалом? Да, но видимо разработчик считает, что так оно и надо. Но в то же время есть ряд других эксклюзивов и обычных ААА проектов, которые активно оптимизируют под ту же PlayStation 5. Кто-то выпускает ремастеры, кто-то разрешает разлочить FPS, и с одной стороны, я не могу это назвать плохой идеей. Опять же, люди бывают разные, предпочтения у всех тоже разные, кому-то действительно важен FPS вместо графона, а еще лучше, когда все сразу. Но мое личное наблюдение показало, что высокий фреймрейт может легко испортить впечатление или даже погружение от игр, особенно если игры имеют уклон в кинематографичность. Кино! Точнее, кино! Задумайтесь, почему в кинематографе стандарт составляет всегда 24 кадра, когда в теории, учитывая уровень нынешней киноиндустрии, можно сделать и в 60? Причин тут на самом деле очень много, и изначально в 24 кадра начали снимать примерно 100 лет назад, когда на фильмы стали накладывать аудиодорожку во избежание всякого рода проблем с синхронизацией голоса и движения губ. И даже по сей день подобный стандарт является самым оптимальным, лишь потому что визуально подобный уровень плавности воспринимается нашим зрением максимально естественно. Но! Бывают и исключения, как те же телевизионные программы, снятые в 30 кадров. Задумайтесь, разница! Всего лишь в 6 сраных кадров! Однако, мы с первого взгляда можем отличить или фильм, или телесериал от какой-то серьезной киноленты. По крайней мере, так было до недавнего времени, когда Питер Джексон снял Хоббита с частотой кадров 48, из-за чего режиссера обвинили в том, что вместо эпического полотна он просто выдает телешоу со спецэффектами. Стоять, стоять! А как же магия кино? Похожим образом, это работает и в играх, лишь с той разницей, что здесь разработчики наоборот стремятся к тому самому реализму, который вертели на ведре попкорна завсегдатый кинотеатров, поэтому мнения разделились. Сегодня разногласия адептов 30 и 60 кадров, они сродни противостоянию, блять, да я даже не знаю, футбольных болельщиков. Вроде интерес один и тот же, но всегда найдутся нюансы. Что касаемо игр. Вот вам парочку моих примеров. Есть такой консольный эксклюзив Ratchet & Clank. Я много лет избегал эту игру из-за того, что она, ну мягко говоря, детская через чур, однако в марте ее раздавали бесплатно по программе Play at Home, причем не нужен был PlayStation Plus, игра автоматом становилась твоей насовсем, а я такой, ну все. Кучу раз эта игра выпадала мне в рекомендации со скидкой, сейчас Sony окончательно раздвинули передо мной ноги, чтобы я хоть как-то прошел ее забесплатно, и по итогу я слов не могу передать, до чего же это оказалась охренительная игра. Красивая, динамичная, сюжет, как я и предполагал, максимально детский, но на высокой сложности ее проходить было нихуя нелегко. Но за что она мне тогда сильнее всего зашла, так это за ее кинематографичность, с плавными анимациями, графикой, отличным разрешением, а за счет ее на тот момент частоты в 30 фпс было чувство, что я не просто прохожу игру, а смотрю охуенный мультик от Пиксара или Диснея. Да-да-да, мне лбу почти 30 лет, мне до сих пор нравятся мультики. Но потом, к концу марта, вышла новость, что для PlayStation 5 выходит обновление с разблокированным фпс, 4к и 60 кадров, отчего в мою башку сразу начали приходить неблагоприятные звоночки, типа, зачем? Ну у игры и так было нативные 4к, 30 кадров ей хватало за глаза, разрабы же могут просто испортить игру, и я, черт побери, оказался прав. После разблокировки кадров проект превратился ну просто невесть во что, она воспринималась теперь как просто игра. Прикольная? Да. Плавная? Да. 60 кадров пусть и прибавили ей лучшее восприятие, но вместе с этим к черту просралось все погружение и кинематографичность, из-за которой я эту игру и полюбил, а вернуть обратно 30 кадров на PS5 нельзя, что на мой взгляд было самой большой ошибкой, и уже только из-за подобной ерунды это сильно повлияло на предзаказ следующей части, которая выйдет летом, если там будет только 60 кадров, без возможности спуститься до 30, то я не стану в это играть. И ведь заметьте, что ситуация почти аналогична как с фильмом Хоббит, вроде хотели как лучше, а вышла полная херня. Другой пример, где игре идет больше визуал, чем заоблачная производительность. Это игры наподобие Far Cry 5 и Assassin's Creed. Да, подобные проекты особо никогда не блистали, ни охуенными анимациями, ни физикой и прочими вещами, но что Ubisoft умели делать лучше всего, это открытые миры. А чтобы сделать красивый открытый мир, нужно заморочиться над графоном, который у них всегда получался изумительный. Особенно в Вальгале, где есть отличное освещение, приятные мягкие тени, детализация текстуры, а еще вспомните 5 Far Cry, так это вообще одна из самых фотореалистичных игр 2018 года. Даже Одиссея на фоне Far Cry в том году смотрелась ну просто как позорище, там графика была просто приятная, она передавала атмосферу сказочности, но не более. Формально, производительность что в 30, что в 60 и более кадров этим играм идут, но я откровенно не понимаю людей, которые на средних по нынешним меркам компах реально готовы убить к черту весь этот визуал, лишь бы получить свои заветные 60 кадров, это какая-то редкостная глупость. Опять же, меня можно взять в пример, все эти игры я проходил на ПК, причем комп у меня не самый современный, но он и не слабый, Far Cry меня вывозит за сотку на ультрах, Вальгалу на средних 60, да, есть, но я все равно обе эти игры лочил на 30, потому что мне была важна картинка. Вальгалу просто работала на ультрах, а в Far Cry я пошел еще дальше, просто искусственно увеличил рендер, тем самым приблизив ее к разрешению почти 5К, и как итог, ни одной сраной лесенки, картинка максимально четкая, приятная, и при этом играть было все равно комфортно. И это еще один пример, когда в приоритете у меня не производительность, а визуал. Чересчур высокая производительность тут просто не обязательно, хотя если комп у вас тянет, опять же, почему бы и нет. Конечно, я понимаю, что после подобных примеров меня много, где можно уколоть, ой, смотрите, шо с человеком сделали SOS 0, готов платить за свои игры по 4-5К, и довольствовался жалкими неиграбельными 30 кадрами, но это неправда. Не сочтите за грубость, но мой опыт и опыт моих друзей, даже те, кто играет в основном на ПК и лишь изредка на консоли, мы гораздо больше ценим игры. Прозвучит как оправдание, но на мой взгляд высокая стоимость чаще всего мотивирует тебя пройти как положено то, на что иногда просто хочется забить. И такой пример у меня был с Watch Dogs Legion, когда, играя на ПК, эту игру я не прошел даже наполовину. Она мне показалась дико скучной, плюс ее оптимизация на ПК с RTX-ом. Мама дорогая, это была просто беда. Я понижал графон вплоть до средних настроек и не понимал, почему я постоянно вижу лаги, фрезы и прочее говно. На PlayStation 5 я решил дать ей второй шанс спустя пару месяцев. Купил самое простецкое издание даже по скидке и по факту прошел ее на платину. Там графика была прям охуенная с трассировкой лучей. Да, с теми же 30 кадрами, но опять же на геймпаде это более чем играбельно. И это я еще молчу про адаптивные триггеры на геймпаде, которых не было на ПК. Вот в чем суть. На консолях мы себе не ебем мозг с графоном, фрезами и прочей ерундой. Мы играем с тем, что нам дают. В то же время это не означает то, что консольщики хомячки. Cyberpunk, опять же вспомните, на прошлом поколении консолей это была просто неиграбельная срань. Мыльная, багованная. По-моему, багов было даже больше, чем на ПК, а люди заплатили за это 4 тысячи. Кто-то даже коллекционки покупал за 20 и что? Разве народ это стерпел? Нет, конечно. Возвращаясь к теме, не всегда на консолях хорошо смотрится 30 кадров. Точнее, нет. Смотрятся они, может быть, и нормально, но это очень сильно может повлиять на сам геймплей, особенно в управлении. И еще одним хорошим примером могу привести ту же самую Nioh 2. Я в прошлом году ее скачал на PS4 с аккаунта своего товарища, говорит, Миша, зацени, игра просто пушка, она вышла интереснее и лучше первой части, а учитывая, что в плане игры у нас вкусы ну почти одинаковые, я решил довериться. И как бы, ну, сперва я по привычке играл в 30 кадров, и вроде поначалу все было ок. Но учитывая, что в первую часть я играл 2 или 3 года назад, я тупо забыл, насколько эта игра ебанута в плане таймингов на парирование, у ворота и прочую лабуду. Во второй части меня чуть ли не каждый моб вертел без маски только из-за того, что я не мог привыкнуть к таймингам в настолько быстрой игре, где элементарное парирование нужно просчитывать вплоть до миллисекунды. А игнорировать эту механику было равносильно засунуть себе в жопу бутылку и с ней играть. Однако в опциях была настройка в 60 кадров, которую, ну, я заметил не сразу, думая, что, ну, если игра настолько жестко в плане таймингов, это должно решить мою проблему. Хе-хе-хе. Решить-то она, может, ее и решила, вот только общий визуал был угандошен до абсурда. Дальность прорисовки, тени, ландшафты, все это выглядело страшно, сука, все мелкие детали, все отрисовывалось на глазах, мне было неприятно на такое смотреть. Миша, ты графодрочер, блядь, я не устаю это уже говорить, потому что, блядь, вот честно, мне вот, типа прям, ну там, знаешь, мне к себе мою просто со глаза, ну прям настолько детально, я бы, блядь, не распоздал всю хуйню, то есть, да? Когда игру адаптировали для PlayStation 5, все стало нормально, и графон приятный появился, и FPS на любом разрешении 60, хотя на фуллхеде есть еще 120, а по-хорошему, на такой частоте и надо проходить игру, чтобы максимально четко и быстро попадать во все возможные тайминги, особенно с боссами. Например, вот эту усатую манду я так и не смог нормально завалить в соло, ибо, опять же, ебучие тайминги, хотя стояло 60 FPS. Отвечу умникам в комментах, да, я знаю про соль, у меня ее не было, проебал при первой попытке, когда почти убил босса, а потом проебал тайминг и сдох. Это оказалось ебануто быстро, и тварь. Разрабы этой игры довели сложность до какого-то конченого абсурда, на ее фоне уже секира кажется легкой прогулочкой. Вот и я на протяжении всей игры делаю сосай-кудасай, потому что, блядь, надо идиоту играть на 120 герцах, а мне просто впадлу переподключать каждый раз консоль к монитору. Короче, подведем итог к вышесказанному. Если после просмотра этого ролика у вас нихуя проскользнула мысль, что я превозношу консоли, советую на фоне всего валютного пиздеца бросить покупать ПК и бежать за консолями, блядь, лучше сходить и пролечить всю лора. В теории было бы возможно и хорошо хотя бы на время переступить через свои принципы и меня послушать, но кто я такой, чтобы кому-то что-то навязывать? Тем не менее, не буду скрывать, что основной фундамент моего мнения действительно был адресован ПК-геймерам, но лишь для того, чтобы те в настоящий момент не наделали глупости. Ничего страшного, даже если вы адепт 60 и все, что ниже вызывает у вас приступы нервоза. Вы думаете, мне не доводилось так играть? Доводилось еще как. И в 20 кадров я играл, и в 10, на ПК конечно же. Второго Ассасина я так первый раз проходил, там аж рассинхрон речи персонажей происходил, и вдумайтесь, насколько мне тогда было херово. А быть может, так кто-то и до сих пор играет. И нет, заниматься такой хуйней я точно не советую, но считаю, что в жизни нужны эксперименты, частота в 30 кадров будет неиграбельна на клавиатуре с мышкой, все из-за того, что мышка более чувствительна к малейшим движениям, что не всегда есть хорошо. Например, попробуйте залочить игру на 30 кадрах и своей мышкой проведите плавный поворот камеры в любой игре, и скорее всего у вас так не получится. А теперь посмотрите, как плавно и аккуратно получается это делать стиком на геймпаде. Я бы не посоветовал вам покупать консоль сейчас, но как минимум мог бы посоветовать прикупить для ПК геймпад. Желательно иксбоксовский, потому что он самый адекватный. Попробуйте даже в 60-е более кадров пройти ту игру, которую вы на клаве с мышей проходили бесчисленное количество раз. Пройдите в этот раз на геймпаде. Многие ведь помнят такие старые цитаты, что «Ах, вот бы мне стереть память и пройти любимую игру с нуля», ну возможно память вы себе не сотрете, но новые ощущения от прохождения заработаете 100%. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова